Предприниматель Денис Нечвалот лишился своих денег, когда сам остро в них нуждался. Они были нужны на расширение бизнеса. Говорит, если бы не спешка, обязательно заранее проверил бы кредиторов. А так купился на заманчивое предложение. Обратился в кредитную компанию на улице Романа Ролана, так как они практически моментально обещали оформить договор. Единственным условием стали страховые обязательства, по которым Дмитрию предложили заплатить небольшой взнос, гарантировавший то, что заемщик вернет деньги. По договору я должен был внести 5000 резервной сон. Таким образом, я вношу на этот расчетный счет по страховому договору, 5000 и дальше в течение трех банковских дней я должен был получить свой транш. Дальше история Дмитрия напоминает истории других заемщиков, с которыми он познакомился уже после того, как понял, что его обманули. Три дня после внесения страхового взноса они ждали, что обещанные деньги им перечислят на карточку, после чего снова звонили в контору. Но там вместо извинений их просили увеличить страховой взнос. Бухгалтер говорит, что на данный момент произошел сбой в базе, и вам необходимо либо же внести еще 5000, для того, чтобы разморозить, как они сказали, чтобы побыстрее это все дело сделать, так как девочки, когда заполняли договор, сделали ошибку, и надо было не 5000, а 10 тысяч внести. Но с этого момента я уже понял, что это просто-напросто развод. В течение трех дней после внесения денег я должна была получить эти деньги, а на секундочку это было еще 28 апреля. Потом точно так же, как и у моих коллег по несчастью, извините, произошел сбой программы, девочка там не внесла, быстренько отнесите, и вы буквально там день-два на карточку получите ваши деньги. Когда внесла эти деньги и начала думать по поводу того, что когда же это будет, проходит, сначала мне говорят 4 мая, потом 15 мая, потом 1 июня, ну и так далее, и тому подобное. На следующий день денег нету, сказали сбой в программе, нужно платить еще 8. Я им звоню, звоню, когда же будут деньги, каждый раз меня кормят, вот я уже месяц жду. Они сказали 29-го, теперь они сказали 19-го, этого, ноября, перезвоните. Ну это 100%, 100% это аферисты. Никто из пострадавших своих денег так и не получил. А вот люди, которые хотели занять на бизнес-ремонт или даже срочное лечение, лишились различных сумм от 5 до 16 тысяч гривен. С заявлениями они обратились в полицию. Как сообщили в Шевченковском отделе, полиция, новостя Матын, сейчас расследуется уголовное производство по статье «Мошенничество». Устанавливаются лица, причастные к обману людей. При этом, как выяснили журналисты, установить, кто именно оформлял недействующие договоры и обещал невыплаченные кредиты, несложно. Финансовая компания продолжает работать. Там сидят те же сотрудницы, которые общались с потерпевшими, говорят сами же люди. Правда, ведут они себя вызывающе, отвечать на вопросы журналистов отказываются и после пререканий уходят, не оставив контактов лиц, от которых можно получить разъяснение. Я здесь сижу, нахожусь, а вы здесь не по какой-то причине, правилам. Я в публичном месте по закону обоснования имею право. Я вас понимаю, я объясняю, вы имейте право, пожалуйста, разрешение. Вы действительно обманываете людей? Я никакой информации вам давать не буду. Вы действительно обманываете людей? Пожалуйста. Я отвечать вам ни на какой вопрос не буду. Пожалуйста. А что за компания? Вы можете показать документы компании? Здравствуйте. По-моему, это все. Документы компании? Я вас прошу, пожалуйста, я не буду не давать ни на какой вопрос ваш ответ. Пока правоохранители устанавливают личности тех, кто причастен к работе кредитной организации, сами люди выяснили, где и на кого она зарегистрирована. Оказалось, говорят потерпевшие, что ее юридический адрес – киевский недострой, а учредитель – житель оккупированного Донбасса. Поэтому у заемщиков закралось подозрение, что так могут собирать деньги на финансирование терроризма. Очень не хотелось бы думать, что организация, зарегистрированная в Макеевке, имеет какие-то отношения, не дай бог, мои деньги пошли на то, чтобы наших мальчиков стреляли. Поэтому пострадавшие надеются, что работу организации проверят еще и спецслужбы. Марина Николаева, Олег Мартынюк, Агентство телевидения новости. Продолжение следует...